Здравствуйте, дорогие друзья, мои уважаемые зрители! Всех рада приветствовать на своем канале! Благодарю за то, что вместе со мной вы меня поддерживаете, вы меня вдохновляете, и это правда! Вот я показываю, как уже маэстро, маэстро, ну, практически мы считаем, относимся к Венесе, да, вы же знаете это, вот, готовиться к новогодним праздникам. Сегодня я просто вышла, потом заранее в салон иду, эстетика салон, маникюр, педикюрчик делать, ну, просто вышла заранее, потому что нету дождя в данное время. У нас зимний период, это постоянная сырость, холод и дожди. Сегодня я вышла заранее, дождика нету, и вот такие вот предпраздничные рынки есть. Сейчас мы пройдемся, прогуляемся, посмотрим, что они нам предлагают. Вообще сегодня рынок маэстро. Я оделась так, чтобы не привлекать к себе внимание, было удобно на рынке. В обыкновенном черном пуховике даже ботинки обула на ноги. Красивый идет мужчина, итальянец. Не он красивый, стиль его красивый. Одела ботинки даже на ноги, одела черный пуховик, чтобы было как-то более, именно не вызывающе, и чтобы, ну, практически было походить по рынке, и вдруг дождь, вдруг холод. Короче, оделась практически. Пройдемся сейчас вот этой улицей, которая обычно занята столиками от кафе. Вы же знаете это. Еще один мужчина идет в длинном пуховике зеленом. Вот. А мне нравится на мужчинах такой пуховик пальто. Когда-то покупала своему сыну. Вот мне нравится такой стиль. Ну, я даже не знаю, первый раз тут еду, не знаю, что они готовят, но к праздникам, чем они тут удивляют народ, вот вместе с вами и посмотрим. Я поняла, что это все ручная работа. Обычно барочки-барочки сюда. Да. Вот такая ручная работа. Кожаные сумки. Видно, конечно, что это кожа. Да, это все местные рукодельницы. Приготовились к рождественским праздникам. Ну, в барочки тоже чуточку есть. И тюльпаны. Даже у нас сейчас есть тюльпаны, смотрите. Есть тюльпаны. Эвкалипт. Вот сейчас иду просто в салон. А так мне надо это купить. Бонжорно. Я в прошлом году покупала, он уже высох у меня. Очень красиво пахнет внутри. Ну, так красиво пахнет. Вот эти елками и свежестью. Просто супер. Пастичерия хорошая, вкусная. Не захожу. Мы тоже когда-то были с вами здесь. Ну, сейчас просто мы проходим мимо, потому что должны посмотреть на что? На рынок. Вот какая-то композиция лежит. Или это место занято для... Ага, это так территорию свою оградил какой-то... Какой-то барчик. Пастичерия. Барчик. Что-то интересное. Вот это что-то интересное. Ручная работа. Классно. Вот это мне нравится. Да. Супер. Интересные вещи. Никого нету рядышком. У кого спросить? Продавца нету. Просто расспросить, разузнать, кто это, откуда. Хорошо. Мне это нравилось. Хорошо. Но мы, что-то женщины. Сейчас я спросю. Здравствуйте. Здравствуйте. Редактор. Продолжение. Факт-баж. Можно поговорить? Можно спросить? - Спасибо. Факт-баж? Потому что, это очень special. Это очень. Спасибо. Это все-то правы вы, все-то, и это. Слушай, это и это. Слушайся, это и это. Да, потому что я вижу свое стиль работы. Чем мне это? Это вообще вооружение. Кom buyers? Я делаю графическая и компьютер. Да, потому что я график, у меня есть график, я делаю график много лет, и я делаю график на компьютер, выбирая фотографии и делая коллажа, или создавая текстура. Потом я снимаю материалы, и когда я снимаю материалы, я снимаю его рукой. Браво! Эти вещи, а также самые маленькие, были сделаны для того, чтобы улучшить меньше материалов. Я делаю очень много материалов. Спасибо! Смотрите, какая хорошая идея, даже сумка, и сюда вот в рожь. Боже, как красиво! Кстати, именно Гуччи первые использовали вот такие вот ручки во время Второй мировой войны, бамбуковые ручки, потому что кожа вся ушла на нужды армии. Так, я выключу камеру и немножко пообщаюсь с женщиной. Смотрите, вот такая сумочка, такой саквояжик, бабушкин саквояжик, это все новые вещи. Стоит 70 евро. Сетанта? Сесанта. Сесанта, 60 евро. Ну, такой, вы знаете, театральный такой вот просто саквояжик, вот маленькая ручка, и так очень красиво. Внутри его покажу вам сейчас. Внутри так вот тоже обыкновенно, но то, что надо там сумочки, на вечернюю сумочку. Вот она говорит, что сейчас не продает эту картину, но можно заказывать какую хочешь, какую хочешь рамки. В данном случае это рамка пластиковая. Вот и стоит 50 евро тоже. Вот если взять вот такую косметичку, такую картину, такую классную, да, еще какую-то сумочку. Внутри, очень красиво, очень красиво. Внутри. 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 То aqui, наверное, I уд bad. Вот мне нравится тут. Я, наверное, не знаю. Понятно. То не полез, у Bag Brother. Ты знаешь, тоже не manifested. Все этоaime. Western Мога обезлетвор kas и ругание. Спасибо большое. Это я сделал фотографию. Я сделал фотографию и фотографию Ирис Апфел. Я рекомендую ее. Я хочу сказать, что это все. Она нравится эти океалии. А тут так красиво тоже. Режий кот на девочки рыжеволосые. Все идеи классные. Я уже задержалась, конечно, здесь. Но мне нравится. Я даже не знаю, что бы я хотела. Надо подумать. Потому что такие вот вещи достойны внимания. Реально. Это не стандартно. И ты знаешь, что она тебе будет практически одна. Ну, там несколько экземпляров может быть. Играсия. Серве пенсари. Допогварду анкемио видео. Тутто, парке. Ваду фаре маникюр-педикюр. И сото. Нет. И когда еще? И когда еще? Я живу в Гарибальдии. Только в Гвардии и я думаю. Потому что... Да. Чао. Реведерчи. Буна джурната. Буна клиента. Чао. Ну, вот так. Приятно удивлена. Мне понравилось. Вы знаете, я пробежалась быстренько-выстренько. Не останавливалась. Потому что вижу, что меня зацепила вот эта женщина и ее творение. Да. И побоюсь этого слова. Потому что видно, что это все сделано от души и от сердца. Реально она этим живет. Она сегодня и завтра там стоит. И надо подумать, пересмотреть свое видео, чтобы я прикупила. И тут мы поворачиваем. Вы видите, что вот в центр маэстро идет туда. Вот за часовней сразу же. Вот. А сюда еще вот рынок немножко. Я решила без машины сегодня. Видите? Потому что ну где парковать машину? А мне же рядышком как бы пройти с ножками тоже полезно. Я уже это вам объясняла, что я без машины. Эти подушечки вы тоже уже видели. Вот такие лавочки у нас маэстро. Знаю, что вы любите на рынке ходить. То я так сегодня и организовала свой день. Вчера я опять была в Падве, потому что у меня вчера был опять шопинг на оптовых рынках. Мне имела заказ. И сегодня опять вышла сюда уже просто сравнить. Но я вышла для вас, конечно, это сделать. Мне нечего сравнивать. Я знаю уже. Смотрите, с какой я сумкой. Я ее бросила сюда вот перед собой. Это розовая норочка. С моего костюмчика одного. Вот. Опять то же самое. Вот это все я прохожу мимо. Мне не нравится вот так вот рыться, как они роются. Мне, дороги Господь, никогда не хочу. Не люблю и все остальное этому прилагается. Вот такие трикотажные тоже паласы. Вчера мы купили на оптовом складе. Мне интересно, какая цена здесь. Сейчас я спрошу просто так для себя, для сравнения. Алёра, здравствуйте всем. Я как фантомас. Я не знаю. Это маска и очки, и все вместе. А я спросила, сколько стоит этот комплект. Комплект, конечно, стоит намного дороже. Сейчас надо позвонить и просто порадовать свою заказчицу. Пощекотать ей, как бы, это не нервишки нет. Потому что она будет только довольна, если она узнает, какая цена здесь. Вот, моя девочка, которая меня стрижет. И нас. Почекай. Почекай, 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 почекай. Привет всем из Украины, из Италии, в Украину. И не только в Украину. Это так она с Украины. Какой город? Малопрофесс. Это она меня стрижет. Это она мне дала краску, которую я вам показывала. И говорила, что мне очень она подходит. Я уже проохранила вас, кстати, на ютубе. Она такая же, почти такая же, да. Давайте посмотрим по бижутерии. Мне интересно, это пластика? Конечно, пластика. А это? А это камень. Он всегда холодный. Это камень. Ой, это камни. Нон веро. Три евро. Надо спросить его. Это индус, смотрите. Индус. Понимаете, это рынки выездные. А это что, бирюза? Да, бирюза. Это натуральные камни. Я не поняла. Три евро что стоит? Три евро. Три евро? Три евро? Три евро? Три евро. Три евро? Это все натуральные и три евро не может быть. Да. Все натуральные и это 3 евро. Все веро. Все веро. Я верю? Да, попробую. А, вот это стоит 3 евро. Надо самого сделать бусики. Три евро. Мне понравилось. Да. Он меня спросил сколько стоит стабилизатор. Я сказала, что почти 100 евро для камеры. Ну, вот что я вот снимаю, да. Он говорит, что да, 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 спасибо, что я заказываю в интернете. Блин, я хочу. Вот смотрите, можно сделать. Маура мне сделает бусики. Это все. Он нанизывает. А это уже пошла пластика. Нет. Очень натуральные, конечно. Вот это хорошая идея. Вот, Жанна, не надо никогда говорить. Да, это рынки выездные. Они так как у нас систематизировано все по рядам, по номерам. Тут все выездное такое. Потому... Да, вот это кто умеет делать своими руками разную бижутерию, это, конечно, здесь закупать по таким ценам. Реально смешным ценам. Белое. Смотрите, какие натуральные камни все. Все натуральные камни. Какой свет виола, что это за камень такой, даже не знаю. А что это за камень, виола? Как это? Как это? Как это? Как это? А, угу. А, угу. Вот есть и фуксия. Ну, ясно, что это бирюза. Да, то это я понимаю, что это камень бирюза. А так особо я не понимаю. Мне как говорят, то... Так, а это что? Это шунгит? Не знаю. Это тигровый глаз. Боже, смотрите. Вот это. Вот надо запомнить эту точку, пересмотреть потом свое видео и что-то сообразить. Какое-то длинное жерелье я хотела на лето в розовых оттенках. Грации, Одессу. Грации, Одессу. Вот, наверное, я остановлюсь здесь. Сейчас выйду вам покажу Пясо. И остановлюсь здесь, чтобы мне сделать капучино. А на Пясо надо будет какой-то день сами просто прийти погулять. Вот реально посмотреть на эти все рынки. Моя хорошая, такая маленькая, рыженькая, рыженькая. Моя красавица, замерзла. Вот такая вот центральная старая Пясо. Города Маэстры. Вот там мы видим вот этот тор с часовней, да? С часами. Часовня наша. Вот так выглядит наша Пясо сейчас предновогодняя. В барах сидят, конечно, в основном. Вот, с люлькой сидит вот итальянец, мужчина. Ну, в основном вот такая вот категория, вы понимаете. И какая вековая категория сидит. Хотя вот тут во столика даже молодежь присела. Все, на этом буду заканчивать. Пьем капучино. И на маникюр. Бонжорно. По-сординоре у капучино. Биво фори. Си, си, грация. Ну, вот такая подача капучино, как вы видите. постоянно смеюсь потому что вот живу уже столько здесь да и все равно не могу привыкнуть но как бы честно говоря украина польша я не могу сказать россии не могу сказать и других странах где я просто бывала туристом потому что то есть это одно а вот когда ты уже живешь что другое но даже хорошо даже если у меня вот была работа связанная с турцией до стамбулом облизала то не могу сказать что виталий все шик далеко не шик и к этому надо привыкнуть а я не могу привыкнуть никак к этой подачи к этому сервису к этим улицам честно грязным многое чему не могу привыкнуть есть конечно много плюсов но если минусы которых я не могу не видеть мои дорогие друзья это и привет это и пока но может быть сниму вам еще как буду делать ногтики или ручки или ножки может еще вам что-то покажу если будет что-то интересное начать я буду пить свой капучино с какао а я люблю с корицей вот пока я пила капучино я выключила камеру и прошла девочка так вас надета короткие брючки такие вот черные балетки замшевая как меня носочки и носочки видно но я так не ходила я вот так не решилась она вот так красивое пальто и собачка же конечно ну и все остальное прилагается какая кран хорошенькая такая стильная и я не засняла потому что вот как раз выдумала отключусь уже будет там попозже что сниму там на маникюрчики очень жаль хотела чтобы вы увидели этот образ вот этот образ тоже стоит заснять когда нам было головы это сеньора последний раз не знаю собака конечно красивая дорогая тигровая такая но голова у женщины явно уже давно не мыта налакованная начуханная я не знаю как так можно и возможно пройдет смотрите что творится да просто под ногами надо смотреть 1 класс так я сижу кресле педикюрном ногтике уже сделал александра вот как всегда такие натуральные хотя она меня иногда уговаривает поменять свет но потом сама понимает что мне все таки это моё да больше всего александр это моё розовенькое вот она с россией привезла была дома привезла вот этот новый ельчик и сделала меня уже новичком для меня сделала и уже заканчиваем делать педикюрчик сейчас покажу еще как она сделала педикюрчик александра говорит что очень бледненькая можешь поднять ну да загарчик надо так лицо не показывать давай покажи ну смотрим тогда или нет давай жена закончили свой процесс идем домой благодарю александра я как всегда очень рада сегодня у нас функция перед этим нас был оранжевый до такой кислотный я всегда на ножке делаю кислотный баласта